Маршрутные такси и автобусы подъезжают один за одним. Общественного транспорта здесь очень много. Но условий, которые говорили бы о том, что здесь конечная остановка, абсолютно нет. Невозможно проехать здесь. Людей высаживать тоже негде. Как бы так, ни кармана, ничего нет. Домом этот пятачок стал для трех маршрутов. 10-20, 10-17 и 471. Ежедневно в разных направлениях отсюда уезжают сотни пассажиров. Здесь мы не встретили ни одного остановочного павильона. Пункт о продаже проездных карт даже диспетчер обосновался не в уютной кабинке, а в собственном автомобиле. Во всю эту грязь и хаотичность. И ладно, взрослый человек еще разберется в этом бардаке. А для детей и пожилых людей находиться здесь небезопасно. Меньше месяца назад обстановка была еще печальнее. Заторы и пробки. Но этот вопрос уже разрешен. С перевозчиками ГУП и Мустрансавта, ООО «Альфа-Грант» было проведено совместное совещание, на котором обозначены проблемы. Было выработано совместное решение для упорядочения движения транспортных средств, чтобы они друг другу не мешали. Как нам удалось выяснить, причина такого беспредела кроится в том, что земля принадлежит частным лицам, а не муниципалитету. Поэтому застройщик должен оборудовать это место остановочными павильонами. На сегодняшний день за решение проблемы активно взялась администрация Ленинского района. Администрация Ленинского муниципального района застройщиками прорабатывает возможность установки автобусного павильона между улицей Завидной и улицей Купеленка в соответствии с требованием ГОСТа. Планируем второй-третий квартал 2016 года. Это вопрос закрыть. Нет ничего более постоянного, чем временное. Надеемся, что эта фраза не станет крылатой для жителей микрорайона Завидная. И те трудности, которые им сейчас приходится испытывать, действительно не навсегда. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин